На прошедшей неделе профильный комитет Законодательного собрания региона одобрил поправки в областной бюджет. Депутаты согласились с выделением 2 миллиардов рублей для повышения зарплат бюджетников. Кроме того, парламентарии согласовали дополнительные бюджеты для предприятий, которые обеспечивают новосибирцев тепло и увеличили финансирование мероприятий, связанных с проведением спецоперации. О поправках в областном бюджете Новосибирской области на текущий год и плановом периоде 2024-2025 годов депутатам рассказал глава регионального Минфина Виталий Голубенко. Он акцентировал внимание на трех ключевых задачах законопроекта. Момент первый – это то, что начиная со второго квартала текущего года ускорилась динамика роста заработной платы в экономике региона. И, безусловно, второй момент – это усиление инфляционного давления, которое мы все почувствовали во всех отраслях экономики. По данным Минфина Новосибирской области, на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы предполагается направить дополнительно более 2 миллиардов рублей. Напомним, ранее региональное правительство уже одобрило индексацию оплаты труда для этой категории с 1 октября текущего года. Вторая задача по законопроекту, тоже, наверное, для нас классическая для осенних корректировок бюджет, это оказание дополнительной финансовой поддержки нашим муниципальным образованиям, их предприятиям жилища коммунального комплекса в расчетах за топ-энергетические ресурсы. Значит, тоже пока на сегодняшний день Департамент по тарифам и Министерство жилища коммунального хозяйства области завершают эти оценки, на момент подготовки законопроекта потребность в дополнительной поддержке оценивалась в 823 миллиона рублей. На поправках мы распределим эту сумму между районами и городами Новосибирской области. Кроме того, в обл. правительстве запланировали увеличить финансирование мероприятий, связанных с поддержкой специальной военной операции. Третья задача тоже по своему существу понятна. Здесь увеличение расходов областного бюджета на выполнение мероприятий, обусловленных проведения специальной военной операции. Есть два блока задач. Первая – это увеличение финансирования для обеспечения выплат участникам специальной военной операции, членам их семьи. И вторая составляющая – это дополнительная возможность продолжать решать отдельные задачи материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации. По сути, сегодняшние изменения – это начало, подготовка, формирование бюджета 2024 года. Виталию Юрьевичу спасибо отдельное. Этот раз, как никогда, все вовремя, по срокам. Уверен, что и почему сегодня и все депутаты отработали до комитета все вопросы основные были решены. Поэтому всем огромное спасибо. Уверен, что мы точно так же подготовимся к формированию бюджета 2024 года. Резюнировал итоги обсуждения бюджетных поправок председатель профильного комитета ЗАГС Собрания региона Федор Николаев. Остальные, так скажем, поправки идут – это внутренние перемещения по ГРБС, где уточнение по стоимости объектов, где-то там не удалось исполнить объект, где-то идет с перевыполнением, так скажем, перемещение внутри каждого министерства. Например, из таких сопережений идет строительство школы в Новосибирске, соответственно, под ее ввод, чтобы рассчитаться и получить акт ввода, соответственно, идет надвижка денег. Там, где не успевают подрядчики по тем или иным причинам, идет сдвижка на следующий год и замена другими объектами. Решением комитета проект областного закона о бюджетных корректировках внесли на рассмотрение очередной сессии ЗАГС Собрания с рекомендацией принять его сразу в двух чтениях.